Накануне свой профессиональный праздник отметили медицинские сестры. Дату учредили в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Нейтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. А сегодня медсестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения. С одной из них вас познакомит Юлия Великодная. Люция Николаевна работает медсестрой более 35 лет. Эту профессию она выбрала не случайно. В детстве вместе с мамой во время летних каникул она всегда работала санитаркой в сельской больнице. Поэтому, окончив школу в селе Первых Амустахнамского района, молодая девушка осознанно поступила в медицинский колледж на детскую медсестру. После выпуска она проработала в нескольких районах республики. Затем в 2010 году устроилась в детскую инфекционную больницу. И вот уже 7 лет является процедурной медсестрой воздушно-капельного отделения. Приехала поддержать дочку и осталась тут работать. Дочка давным-давно окончила учебу свою. И в этом намский луз у меня живет. Замуж вышла, внука имеем. И там я так и осталась здесь работать. И езжу там с намцев, езжу, работаю. Поэтому два дня тут, два дня там. По мнению Люции Николаевны, медсестра – это первый человек, которого встречает пациент. От ее доброжелательности и профессионализма зависит здоровье и настроение человека. Это особенно важно в работе с детьми и их родителями. Без этой работы уже никуда никак. А что больше всего в вашей работе нравится? Больше всего, да? Больше всего спасать здоровье людей. Вот больных смотришь, больные дети, да? Как только вот капельницу сделали, да, назначение врача выполнили, да? И вот поговорили с детьми, с этими, с родителями. И вот сразу чувствуется, что ребенок уже, дети быстро выздоравливают. Сразу начинает это движение к улучшению, идет заметно. Это радует. А как Вы считаете, какой должна быть медсестра? В большинстве случаев у нас мама. В контакт ходить, в доверие ходить и лечить. От всей души выполнять это чеки врача. А минусы в Вашей профессии есть? Минусы, но иногда человеческие факторы, да? Иногда бывают всякие эти пациенты бывают. Некоторые вот, несмотря на это, на старательность, как-то выговариваются. Но это неприятно, но все равно человеческие факторы, да, у людей. Их тоже можно понять. Как признается Люция Николаевна, в профессии медсестры больше плюсов, чем минусов. Знания и навыки профессии помогают и в обычной жизни. Семья у меня небольшая. Одна дочка, муж. Как они относятся к Вашей работе? Они уже привыкли. Но им тоже хорошо, я им тоже, их здоровье смотрю. Поэтому им тоже нравится. Давно нравится. Доктор домашний как бы. Ну и родственникам тоже, да? Ну и родственникам, да, всем, всем, всем. Люция Николаевна живет в Намском Улусе. Хотя и приезжает в столицу на любимую работу издалека, покидать свою родную детскую инфекционную больницу она не собирается. Говорит, буду работать, сколько хватит сил. За эту преданность профессии и огромное желание помогать людям в коллективе ее уважают и ценят. Она одна из самых лучших медсестер нашего отделения. Работала она и на посту. В настоящее время она работает процедурной медсестрой. Как человек с большой буквы, медсестра от Бога, можно сказать, да? Мы очень довольны, что она с нами вместе работает. Мы ни разу не пожалели, что в наш коллектив пришел такой добрый, отзывчивый человек. Она не просто профессионал. С ней очень легко работать как персоналу, так и родителям. Потому что медицинская сестра, всем известно, она не только профессиональные функции несет, но работает также как психолог и просто как няня. Надо успокоить и маму, и ребенка. Люция Николаевна считает, что в лечебном процессе, кроме квалифицированной помощи, немаловажную роль имеет и доброе слово. Взаимопонимание с родителями, маленьких пациентов, доброжелательность и позитивный настрой – универсальный рецепт, помогающий в сложной, но очень важной и нужной работе. Юлия Великодная, Марьяна Кутукова, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Рецепт.